Северный Я их слышу, а они у меня нет. Утром попробуем удлинить. Думаю, свяжемся. Куэлен, Куэлен, я Раэм. Слышите меня? Раэм, Раэм, вы слышите меня? Нет, не слышит. Добрый вечер, Вадим Иванович. Добрый вечер. Который час, скажите, пожалуйста. Без четверти семь, Вася. Спасибо. Замерз? Да нет, ничего, час остался. А вы-то как себя чувствуете? Да как тебе сказать. Говорят, свое горе-то лучше чужого. Беда-то какая случилась. Но вы же в этом не виноваты. Виноват, не виноват, а мысли спать не дают. Но, может, теперь поймут, что корабли для таких походов не за границей надо строить, а у нас, у нас опыта-то побольше. Субтитры динам. Теперь нам собрали их, когда бороться. А у нас есть еще пять. О, может, это прямо сейчас. Вот и, Юльич, есть связь! Есть! Хорошо! Давайте! Ой, Лен, слышит меня. Хорошо. Могут они подождать? Конечно. Пишите, Оте Юрьевич. Я буду писать и сразу диктовать, а вы передавайте, так быстрее. Номер первый. Лагерь челюскинцев на льду Чукотского моря. Москва с наркомом Куйбышевым. 13 февраля 1934 года в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный, в 144 милях от мыса Уэлен, Челюскин затонул, раздавленный сжатием льдов. Точка. Люди живут на льдине и могут погибнуть в любую минуту. Прежде всего, связь с ледовым лагерем. Надежна она, Георгий Алексеевич? Пока есть, Валериан Владимирович. Пока. Разумеется, быстрее всего добраться до льдины на самолетах. Что может сделать гражданская авиация, товарищ Ваншлихт? Сидите, пожалуйста. Мы направляем на Чукотку самых опытных полярных летчиков. Назовите, пожалуйста, их фамилии. Это Молоков, Фарих, Светогоров. Они постоянно летают на северных трассах. Кроме этого, готовим Звенова до Пьянова. Летчики его Звена ввозят матрицы правды в Ленинград. Постоянно совершают ночные рейсы. Ну и, наконец, перебрасываем на Чукотку известных наших летчиков, Галышева и Доронина. Будем считать, что это ваш первый отряд. Дальше. Что предпринимает наркомат по военным и морским делам? Эскадрилья особой дальневосточной армии перебрасывается во Владивосток, где будет погружен на пароход Смоленск, оттуда на Камчатку и Чукотку. Называйте фамилии летчиков и тип самолета. Командир Звена Каманин, летчики Пивенштейн, Демиров, Бестанжеев. Самолеты Р-5. Кто знает Каманина? Блюхер дает ему высокую оценку. Кроме того, на мысе Северной находится опытный летчик Куканов, на мысе Уэлен летчик Лепедевский, у него модернизированный бомбардировщик АНТ-4, на транспортных самолетах летчики Чернявский и Конкин. Нужно также учитывать, что в условиях Арктики возможны аварии, а может быть даже потери. Поэтому ночью Блюхер сообщил мне, что он отдал приказ подготовить еще одну резервную группу, эскадрилью Р-5. Это тоже летчики, которые летали на Севере. Существует еще одно направление со стороны Аляски? Конечно. Отсюда до Чикотки около 90 миль. Товарищ Ушаков, вы поедете в Америку. Попытайтесь купить там самолеты и посадить на них наших летчиков. Кого рекомендуете? Я думаю, надо послать Маврикия Слепнева. Он в 30-м году нашел и доставил на Аляску Бен Эльсона, американского летчика, погибшего на Севере. Ну и Сигизмунда Льваневского, спасшего Маторна. Как с ледоколом Красин, товарищ Янсен? После трудной навигации в Арктике все еще в доке. Может выйти месяц через два. Соедините меня с Кировым. А да, жду, спасибо. Где сейчас Ливаневский? Он в гостинице, рвется в бой. Позвоните ему. Сергей, это Куйбышев. Надо ускорить выход Красина. Я уже был на заводе. Обещают выпустить через три недели. Я прослежу, Валерьян. Да, ты читал телеграммы из Берлина и Вашингтона? Предрекают гибель экспедиции. Считают, что у большевиков не хватит сил добраться до нее. Не будем обращать на это внимания. Конечно. Валерьян, я только что говорил с академиком Крыловым. Как он выразился, снимает шапку перед Шмидтом и Воронином. Это во-первых. А во-вторых, что самое главное, предлагает подумать об аэросанях. Они у нас есть. Хорошая мысль. Сейчас обсудим. Я позвоню тебе, Сергей. Спасибо. Что Ливаневский? Едет. Позвоните в наркомын дел. Пусть приготовит заграничные паспорта и получит визы для Ушакова, Ливаневского, Слепнева. Они должны выехать в Америку через... Через Берлин и Лондон. Нужны немецкая и английская визы. Надеюсь, не откажут. Должен предупредить вас, товарищ Ушаков. Вы можете столкнуться с очень враждебной атмосферой в Америке. Вот последние заголовки газет. Большевики послали женщин и детей в Арктику на верную смерть. 104 трупа в Ледовитом океане. Вот. Посадка самолетов на лед в Арктике невозможна, уверяет известный летчик Маттерн. И так далее. Как видите, враги пытаются использовать и наше несчастье. Не так-то легко будет купить самолеты. Поэтому и посылаем к ним Ливаневского и Слепнева. В авиационных кругах их там знают. И будем надеяться, помогут. Доброе утро, Отеюльич. Доброе утро. Здрасте. Не помешали? Не помешали. На аэродром собрались? Да нет. Мы тут надумали, Отеюльич, идти. Куда же? На берег. Самолетов-то нет и нет. Так. А как думаете идти? Пешком. Подсчитали. Дней за двадцать дойдем. Да. По льду. По льду. Ну, конечно. Сначала до мыса Анман, а потом по берегу до Ванкарема. Нет, друзья. Не могу разрешить. Можно? Спасибо. Спасибо. Да мы к пешему ходу привычные. Вот ты, Юлиич, дойдем. Допустим. А если кто-нибудь заболеет? Ну, просто ногу натрет. Бросите? Почему бросим? Подождем, поможем и дальше пойдем. Конечно. Это вам кажется, Митя. Вы же сейчас бросаете женщин, детей. Почему? Так за ними же прилетят, заберут. Конечно. Прежде всего нужен аэродром. Его нужно прочистить, подготовить. Кто это будет делать? Женщины? А с нами, между прочим, и женщины пойдут. Это кто же? Ну, Ольга, скажем. Вот. А вы когда-нибудь пешком по льду в Арктике ходили? Ходили, я спрашиваю. Ну, не приходилось. Так не 175, как сейчас. А вы и пяти километров не пройдете, уважаемый Дмитрий Александрович. Да что вы по себе что-то сует, Тетя Юрьевич. Ноги молодые, крепкие. Дойдем. Да я в деревне по 40 километров ходил в день. И ничего. Аэродром дело нехитрое. Сделают без нас, правда? Да. Вот как. Без вас. Нет. Спасение за счет слабых. Выживает сильный. Звериные законы, друзья мои. Кстати, весьма характерные для буржуазного общества. А у нас с вами здесь, на льдине. Маленькое, но советское общество. И мы будем жить по его законам. Создана правительственная комиссия. Ее возглавляет Куйбышев. Готовятся самые различные экспедиции для нашего спасения. Во всей Чукотке мобилизуются собачьи упряжки. К нам направляются пароходы, ледоколы, аэросани. Но я больше всего надеюсь на самолеты. Они летят к нам со всех сторон, даже из Америки. А где же Лепедевский? Давно обещал прилететь. Мы ждем его каждый день. Бурга на Чукотке. А может, а Бурга до весны продержится? Нет, в Арктике так и бывает. Я знаю, что некоторые сильные хотели бы уйти пешком. Оставив здесь женщин, детей, мы с капитаном решительно отвергаем этот вариант. Представьте себе трагедию русского штурмана Альбанова, который с 14 матросами покинул затертый льдами корабль. До земли Франц-Лиосифа было 200 километров. Нашли только двое, остальные 13 человек погибли. Нет, пешком мы не пойдем. Арктика знает немало трагедий, в которых смерть побеждала только из-за разлада между людьми. Поэтому наша задача сохранять организованность, взаимопомощь и железную дисциплину. И если кто-либо попытается самовольно покинуть лагерь, учтите, я лично буду стрелять. Вот ты, Юльчик, собрание и вашу речь необходимо повторить. Я уже аппарат подготовил. А что случилось? Зачем? Темно было, я боюсь, что ничего не получится. А ведь это было незабываемое собрание в моей жизни. Ну-ну-ну. Сначала посмотрим, что осталось после Челюскина. Дмитрий Ильич, надо собрать дом. Добротный, теплый, с печкой, полом, потолком. Сможете? Ну, ежели на Врангель не получилось, построим здесь. Вот так вот, Наташа. Скажи, а ты веришь в судьбу? Я не имею права. Я комсомолка. Я не имею права. Пойдем, Наташа. Пойдем. Разве можно так убиваться? Это я виновата. В чем, глупая? Это я ему своей дурацкой клятвы довела до этого. Он меня любил, а я... Не говори глупости, Наташа. Это просто несчастный случай. Нет, нет, это я виновата. Я... Пойдем. Пойдем. А у вас есть вид на жителях? А вот у него. А у Решетникова есть, а? А как? Катя отрешетникова! Ура! 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 Слушай, а седут тут самолеты-то. А то, может, так, для спокойствия чистят. Перестань, Митька. И так попали мы с тобой в немилость. Обойдется. Ну, давай, давай. Чего сидишь-то? Ну, давай, давай, тяни. Раем, Раем. Самолет вылетел к вам. Встречайте. Будем возвращаться. Горючего на два часа осталось. Может, все-таки повернем налево? Нет, будем возвращаться. Черт. Будь то, кто-то издевается над нами. Двадцать восьмой раз возвращаемся. В ледовитом океане, без руля и без ветрил, Отто плавает в тумане, бородою всех прикрыл. Милости против на новоселье. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Друзья мои, ну, прежде всего, поблагодарим наших строителей, Дмитрия Ильича Березина и всех, кто помогал ему построить этот прекрасный дворец. Вот здесь будут жить женщины, дети, Сами строители и наши повара. Правильно? Правильно. Вполне здоровая девица. А вот Аллочка у меня подкашливает. Ну, это не страшно. Ведь подумать только. Фантастика, девочки. Под нами движущаяся льдина. Сто метровая глубина холодной воды. Морозы. Вьюги. А мы живем, строим дома, веселимся. И ни одного серьезного заболевания. Ой, поплюйте, доктор. Как это? Помогает. Ну, раз помогает. Ту-ту-ту-ту-ту. А не мешает спать этот шум? Да, они уже привыкли. Ну, тогда что же. Пойдемте праздновать. Новоселье. Ну, пойдемте. Действительно вкусно, правда? Спасибо. Товарищи, внимание. На Чукотке стихает пурга, утром может прилететь Лепедевский. Ведь вот живем мы здесь, можно сказать, по закону Божьему. Все открыто. Ни сторожей, ни замков, ни запоров. Никто ничего не берет. И все продовольствие наше, и карасин, одежа, все под брезентом. Никто не тронет. Почему, думаю я? А у всех все едино. Если, скажем, каша, всем каша. Какава, всем какава. Ни бодство, ни разбою. Чисто кому намил человек. Так вот, дума какая. Давайте жить так и там, в России. Это тоже Россия. Россия, верно. Да земляне-то не сеют здесь, не жнут. Я вас понимаю, Николай Васильевич, но вы неправильно определили нашу жизнь здесь, на Льдине. Живем мы не по закону Божьему, а по законам коммунистическим. А почему же нельзя жить так и по всей России? Ну, конечно, легко создать коммунистические условия жизни для ста или двухсот человек, даже на Льдине. Гораздо труднее добиться этого для миллионов, живущих в нашей стране. Понимаю, понимаю. Доживем ли мы с вами до той поры? Мы коммунисты, надеемся. Не мы, так наши дети. У вас есть дети? Есть. Трое. Только без веры живут. Над отцом смеются комсомольцы. А я без веры не могу. Я тоже не могу, Николай Васильевич. Только вы верите в Бога, а я в человека, в его силы. Ведь вот куда мы с вами добрались, где обосновались. А пройдет время, люди на звезды заберутся. Другие миры. Это еще зачем? Вот заберутся и докажут вам, что никакого Бога нет. А кто же все это сотворил? Есть много разных теорий. Одной из них занимаюсь и я. Приходите на лекцию. Я подробно расскажу о теории происхождения Земли. Придете? Ку-ку. Пойдемте, Николай Васильевич. Не будем им мешать. Я по тебе так скучаю. И я. Пойдем погуляем. Куда? Вон туда, за рыбаки. Зачем? Я тебя очень люблю. Пойдем? Ненормальный. Я тебя очень люблю. КОНЕЦ Товарищ начальник экспедиции, по приказу Совета народных комиссаров, летчик Лепедевский прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, товарищ Лепедевский. Вот вы какой герой. Как долетели? Двадцать восемь раз поднимался. Пургат, туман как стена. Привез свежего мяса оленьего, аккумуляторы для Квенкеля, овощи, лимоны. Спасибо. Вот Канцин, он все примет. Хорошо. Вот, Юлыч, кто первый полетит? Надо торопиться, день короткий. Как водятся в первую очередь женщины и дети. Какие же вы толстые. Да что вы, мы очень даже тоненькие. Это просто на нас мехов столько накручено. Прошу в самолет. Спасибо. Ну что, полетим, а? Вот ты, Юлыч, как же я митю-то оставлю, а? Он же опять без меня что-нибудь натворит. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Товарищи. Вчера и сегодня получены сообщения из Ванкарема, Уэлена и Большой Земли. Позвольте мне в порядке очереди зачитать их все. Самолет Лепедевского после успешной эвакуации женщины и детей в Уэлен при перелезе в Ванкарем сделал вынужденную посадку в районе Калючинской бухты из-за перебоев левого мотора. Экипаж не пострадал. Самолет после небольшого ремонта вступит в строй. Летчики Каманин, Молоков и Пивенштейн пробиваются к Уэлену. Вторая группа летчиков, Водопьянов, Галышев и Доронин вылетели из Хабаровска в направлении Ванкарема. Из Петропавловска на Камчатке вышел пароход Сталинград. Он везет дирижабли, аэросани, вездеходы, понтоны. Из Ленинграда правительство посылает к нам ледокол Красин. Балтийцы вместо обычного четырехмесячного ремонта отремонтировали Красин всего лишь за 25 суток. И последнее. Лагерь Челюскинцев. Полярное море начальнику экспедиции Шмидту. Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном окончании вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы. Сталин, Молотов, Порошилов, Кубышев, Орджоникидзе. Ура! 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 Кто здесь будет, товарищ Команин? Тише, спят. Да разве летчиков разбудишь? Я Команин. Вам, товарищ Команин. Все самолеты направляются на мыс Ванкарем. 200 километров ближе к Челюскинской льдине. Докладывайте о продвижении ежедневно. Севнарком Куйбышев. Первый раз принимаю такой дипеш. Правительственное. Я тоже первый раз. Ну, вы еще молоды. А я-то потоптал землю. Вам лет 20 не ошибся? 24. Если утром не полетите... Полетим. Коль, а погодка-то, а? Товарищ Командир, отлетала ваша машина. Лопнул амортизационный шатун-шасси. Придется тебе остаться здесь. Все равно горючего на троих мало. Сольем из моего самолета бензин, отлетим до бухты Провидений и сразу же пришлем тебе горючее. Постарайтесь за это время отремонтировать самолет и догнать нас. Это что, приказ? Приказ. Слушаюсь, товарищ Командир. Другого решения нет, Василий Сергеевич. Ясно. Но тяжело, парню. Еще тяжелее мне. Ведь он мой друг. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 Свежее пиво. Всем на аэродром. Всем, кроме радиста. И кроме начальника экспедиции. Ну, знаете. Вот, Ильич, вам нельзя. Вы же больны. Вы подумайте, люди проехали полмира, чтобы добраться до нас. А я побоюсь пройти три километра, чтобы их встретить. Пошли. Вот, Ильич. Вот там сжатие льдов. Градо, что там, а не здесь. Сколько улетает? Не знаю. Сколько возьмут? Подготовили 10 человек. Все в порядке. Все самолеты сели благополучно. Сейчас передам. За собачек спасибо. Я подумал, аэродром в трех километрах. Могут быть больны или слабы. Нужен местный транспорт. Ничего страшного, Ильич. Посадочная скорость большая. Пришлось попрыгать на застругах. Шасси поломалось. Ваши механики обещали за сутки наладить. Наладят. Ходите приюты. Милости просим. Алексей Николаевич. Да. Чем гостей будем угощать? Прошу в палатку. Здесь на аэродроме есть чай, есть какао. Ну, а в лагере, как водится, обед. Спиртного, извините, нет. В море вылили. Варвары. Ха-ха-ха. Вот-то, Юльич, время идет, нам пора лететь. Возьмем первый рейс пять человек. Двое ко мне, трое к Молокову. Счастливого пути. Прижмитесь, прижмитесь. Тесновато, ничего, потерпите. Еще одного могу взять. Первый раз в жизни, господи. Как, поднимет мотор-то? Свободно, мотор сильный. Это, конечно, хорошо, втиснуться. Поскорее всех вывезите. А что, если того? Что того? Ну, не потянет мотор и того. Не будет того. На нашей линии категорически исключается того. Можете лично убедиться. Давай, ребята, грузи его. Вот так, порядка. Ой. Господи. Доброе утро, Петр Петрович. Доброе утро, Георгий Алексеевич. Проходите, садитесь. Что это вы тут колдуете? Это не я, это геодезисты. Карта дрейфа льдины. Вот какой путь проделала наша льдина за два месяца. Если поразмыслить, можно сделать далеко идущие выводы о ветрах, о течениях и о подвижке льдов. По существу, первая такая карта отсюда. Только ради этого стоило пожить на льду. Ну, а где же все? Ушли на аэродром. Ночью пурга была. В шести утра чистить пошли. А я вот дневалю чай готовлю, поддерживаю огонь в очаге. Чаю выпить. Да не откажемся. О, у вас вот как в ресторане. Да, похоже. Тепло. Новые экспедиции намечены, Георгий Алексеевич? Ну, в этом году вряд ли. А к будущему готовим. Сима, вот мы идем сфотка на шесть утра. Как вот и Юльич? Плохо. Вечером была температура 39. Ночью бредил. А что говорит Никитин? Воспаление легких. Двустороннее. Фью. Ясно. Комов с лодкой погоды принес. По нему может часы сверять. Шесть, ноль, ноль. Спит. Спит. Сима. Передай. И никому нет слова. Понял? Понял. Юрий Алексеевич. Что случилось? Что вы так долго передаете? Метеосводку. Передача без ведома. Начальники экспедиции. Разной информации. Трибунал. Вы знаете это, Иванов? Знаю, вот, Юльич. Иванов передал мою радиограмму в Москву. Мы не хотели возбудить, Отто Юльевич. Вряд ли это разумно, друг мой. Как бы вы поступили на моем месте? Я оставлю лагерь последним. Отто Юльевич, есть высшие государственные соображения. Пусть Куйбышев решает. Нет ничего выше долга и чести. И вы это знаете, Георгий. Отто Юльевич. Ночью вместе с метеосводкой я уже передал гепешу о вашей болезни. Так что судите меня. Напрасно вы думаете, что я шучу. Сжатие льдов. Сима Эрнест, вы остаетесь на связи? Жмит-то выносите в критическую минуту. Сима, помогите мне. Отто Юльевич, я не могу. Не имею права. Я приказываю, слышите? Приказываю. Передайте Воронину шлюпки спасать в первую очередь. Загорский! Людей давай сюда! В бригадах шлюпки! Ну что вы там? Давай! Вот такой же ад был, когда челюски втонул. Пошел! Банкарем, Банкарем, слушай меня. Самолеты направлять не надо. На лагеря надвигается вал. Ну что там? Барак разрушила! Идемте в палатку. Вот и юль. Не хотите ли чайку? Не хотите ли чайку? Разбирайте. Когда только успел, Александр Васильевич, а? А долг ли умеете, Владимир Иванович? Моцман, долг! Всех оставшихся без жилья! Сейчас. Распределите по палаткам! Хорошо! А может, новый барак построить, а? Бессмысленно! Если дело затянется, может, весь лагерь придется переносить. 39, батенька. Георгий Алексеевич, казните меня. Я виноват, действовал без палки. А у меня пистолет. Отдайте. Не отдам. Больному он ни к чему. Дайте сюда. Петрограде получил в 18-м году. Не отдам. Если что, сохранить и доставить в Москву. Вот и юль. Я вас прекрасно понимаю. Трудно покидать лагерь. Но вы тяжело больны. Завтра прилетят самолеты. Влетайте. Аэродром сломан. Самолет Слепневу уцелел чудом. Трещина прошла прямо под ним. Шасси починили. Кончают, но... Взлететь нельзя. Надо перетащить самолет на запасной аэродром. Это километр два, не меньше. Я улечу со Слепневым. Да, собачек оставляю вам. Только не забывайте кормить. Его возит же силой. А если придет радиограмма от Куйбышева? Что делать? Я доложу ему из Манкарема. Шмидт. Ввиду вашей болезни Совнарком предлагает сдать экспедицию Боброву. Вам следует вместе с Ушаковым вылететь для срочного лечения на Аляску. Восхищены вашим мужеством. Не беспокойтесь. Ни одного человека не отдадим Арктике. Совнарком Уйбышев. Водопьянов. Летчик Доронин. Исполняющий обязанности начальника экспедиции Бобров. Долго к вам добирались. Все-таки успели. Ну как, все живы? Здоровы? Все живы. Сколько возьмете? За нами летят Каманин и Молоков. А сколько осталось? Осталось 28 человек. В том числе Шмидт. Ну как он? Очень плохо. Постараемся отправить его теперь. Тетрадки все взяли? Ну как же. Ну что, орлы, готовы? Наверное, всех не возьмет. Вот люди. Сказал, на каждый рейс 10 человек. Ваша палатка вся улетает. Ну ладно, кто готов, быстрее на аэродром. Постой, Алексей Николаевич. На дорожку-то посидим. Давай. Спасибо тебе за грамоту. Вот, написал своей рукой благодарность. Вернусь домой не поверит. Ведь Клава-то грамотейка. В жизни поверит. Сам ведь написал. Ну так нельзя писать. Кланяюсь и благодарю товарища Сталина и товарища Боброва. Ну разве можно так, Дмитрий Ильич, а? Так я теперь грамотный. Кому хочу, тому пишу. А Митька где? К Воронину пошел. Пошел проситься. Хочет с ним улететь последним. Ну, таких последних человек 10 набралось. Все по списку. А как там Отто Юльевич? Ему лучше? Не лучше. Вот кого вы без очереди. Попробуем, Дмитрий Ильич. Как раз купе на троих. Шапку завяжи, шапку. Ветер же. Так, вот вы, товарищ. Я, Скворцов. Товарищ Скворцов, не согласились бы полететь в парашютном ящике? Как это? А так. Вот, запихивают тебя сюда и лежи. Да смотри, как удобно. Сам пробовал. А Каманин меня в воздух поднимал. Нормально. Давай. Так, прошу. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Дед, мой чемодан захвати. Ну, давай, давай. Помоем. Осторожней. Так. Ну что, час продержишься? Больше продержу. Ну что, час продержу. А ну что, час продержу. Так. Так. Ты что, горишь, что ли? Я покурил, замерз. А что орал-то всю дорогу? Да что вы, я пил. Спасибо за все. Это за обман. Точно доставил. Земля, здравствуйте. Братцы, скорей, там же люди ждут. Вывозите всех быстрее. Не беспокойся, всех вылезай. Ура! Здорово, братцы! Здорово, милые! Вот, Юльич, надо собираться и лететь. Мы все покидаем лагерь. На аэродроме 4 самолета. 6 человек останется на 2 самолета. Если вы останетесь, нужно будет 3 самолета. Что, Куйбышев? Поближе, пожалуйста. Вернаст, помоги. Если что, я потребую суда над собой и над вами. Хорошо. Хорошо. Осторожно. Осторожно. Так, ребята, заходите. Опускай. Товарищ Никитин, вы будете сопровождать Отто Юльича в Америку. Я согласен. Только Отто Юльич, надо распорядиться, чтобы выдали мне новый полушубок. А то в таком ободранном виде ехать в Америку. Как-то неприлично. Сима. А. А, Сима, принеси ему полушубок. Есть. Помоги мне, Володя. Приведите в порядок лагерь, как водится. Это была достойная семья. Достойная. Поехали. Поехали. Ну, что ты ходишь, Николай? Светает. Туман. Четыре часа. Еще часик поспать можно. Давление вон падает. А это перед пургой. Да. Мне тоже так кажется. У меня свой барометр. Спину ломит. Вот еще что думаю. Если аэродром на льдине покорежит кто, новый делать будет. Там всего шесть человек. Тогда гибель. Надо греть моторы. Подъем! У аппарата Ушаков. Вылетели три самолета. Приказываю прекратить связь. Идти на аэродром. Товарищ Иванов и Кренкель, ваша вахта закончена. Закончена. Всем, всем, всем. Прекращаю действия радиостанции РАЭМ. Всем, всем, всем. Я РАЭМ. Все люди спасены. Прекращаю передачи. Снимаю радиостанцию. До свидания. СДИКИЕ СДИКИЕ Эй! Собачить погрузил? Все в порядке, на месте! Ну, счастливого пути! Ахминтар! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В те волнующие дни было передано правительственное сообщение. Шмидту, Боброву, Воронину, Кренкелю, всем челюскинцам. Приветствуем и горячо поздравляем доблестных челюскинцев, мужественно и организованно боровшихся с суровой полярной стихией и стойко перенесших двухмесячный ледяной плен. Входим с ходатайством в Центральный исполнительный комитет СССР о награждении всех челюскинцев орденом Красной Звезды. Летчикам, участвовавшим в спасении челюскинцев, восхищены вашей героической работой. Гордимся вашей победой над силами стихии. Рады, что вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой Родины. Входим с ходатайством в Центральный исполнительный комитет СССР об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением геройского подвига, Герой Советского Союза и о присвоении летчикам Лепедевскому, Ливаневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину звания Героев Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова